Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам покажу, как вставить видео с YouTube ваше мобильное приложение на Android. Устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложение, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. И в первую очередь давайте создадим новый проект. New Project. Выбираем пустой Activity. Next. Не важно, как оно будет называться. И давайте его отправим. Ну давайте назовем его как YouTube. Вот так вот. В папочку эту поставим его. И Open нажмем. То есть мы добавляем его вот в эту папочку. По тому пути. И назовем так же YouTube. Допустим. Finish. И сейчас мы давайте поговорим про оптимизацию. Вот про вот все вот это вот для Android приложения. Да, поговорим о осмыслении загрузки данных мобильное приложение. Видео файлы весят больше всего в основном. Именно поэтому нецелесообразно их загружать в мобильное приложение. Тем более в условиях, когда у нас есть превосходный сервис YouTube, аналогов которого не существует. И намного целесообразнее загрузить видео на YouTube. И потом по ссылке загрузить его в мобильное приложение. И тем самым мы не нагружаем наше мобильное приложение, наш проект мобильного приложения. И у нас работает все быстро и эффективно. Что нужно для этого? Для этого мы должны с вами, ну давайте в первую очередь, в первую самую с вами очередь, мы должны пойти в наш BuildGradle Applications. И подключить, конечно же, ViewBinding. Синхронизируем проект. У нас есть главное наше Activity. Давайте откроем шаблон нашего Activity. Перейдем в код. И нужно убрать этот TextView, который не будет нам нужен. Что мы дальше делаем? Мы идем с вами в Google Chrome. И вводим такой поисковой запрос, как Android YouTube Player. Вот первая ссылка на GitHub. Заходим сюда. Идем сюда вниз-вниз. Download. Кликаем. Вот она. Строка подключения зависимости к нашему приложению. Копируем. Возвращаемся в проект. Идем в BuildGradle Applications. И сюда внизу вставляем нашу зависимость. Синхронизируем проект. Пока синхронизируется, идем назад. И находим вот такой виджет для вставки видео с YouTube. Копируем его. И возвращаемся в наш Activity Main. И вставляем сюда этот виджет. Ошибка идет, потому что он находится внутри Constraint Loyalty. И позиционирование не выбрано в данном случае по вертикали. Потому что по горизонтали у нас Match Parent. По вертикали мы говорим. А ну-ка, давай позиционируем нам. Вверх к верху родителя. Дальше нужно нам найти видео, которое мы хотим ставить. Идем обратно в Google. Здесь YouTube. Вот я ищу трейлер к фильму Forsage 10. Захожу на видео. Поделиться. Копировать. Закрываю. Закрываю. Останавливаю. И вот сюда, где видео ID, я вставляю ссылку на наше видео. Потом беру и все удаляю. Вот до этой степени. До уникального ключа видео. То есть YouTube. Слэш. Удаляем. Остальное все оставляем. AutoPlay True. Я не хочу, чтобы он автоматически у меня начинал проигрываться. Поэтому я ставлю False. Отлично. И давайте еще ждать, что сделаем. В Temp зайдем. Нам нужно два файлика открыть для светлой и для темной темы. Давайте No Actions Bar. Убираем стандартный Actions Bar, чтобы он нам не мешал. В Activity Main. И давайте запустим наш проект. И вот, получается наше видео. Давайте я тут это скрою, чтобы... Play. Вот, пожалуйста, у нас все работает. Если мы переверем на реальном смартфоне, он встанет на весь экран. Этот плеер. Ну, есть еще один такой нюанс, хотелось бы вам показать. Смотрите, мы идем с вами в класс нашего Activity MainActivity. Давайте скроем, чтобы не мешало. Ну, в первую очередь нужно оботучить Binding. Private. 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 Binding. Да, пока я здесь, я вам сейчас покажу, как не нужно делать. Потому что почему-то очень многие делают так, а так делать неправильно. Это первый признак очень плохого кода. Сейчас я сделаю, как надо, а потом покажу, как не надо сделать. Но почему-то люди начали делать неправильно. И даже меня некоторые ученики так начали делать, за что я их ругаю. Смотрите. Это инициализация баннинга. Баннинг объект. Любые объекты нужно создавать изначально в состоянии null. А потом уже здесь инициализировать. Но почему-то люди делают вот так. Люди начали делать вот так. Attended var. Tam Bind. Activity MainBinding. И все. И потом уже. А если там не инициализируют, дальше пропускают, то здесь вылетает ошибка. То есть это признак плохого кода. Вот такие вещи не нужно делать. Я отдельное видео про это сделаю. Никогда не используйте вот это вот ключевое слово. Это просто костыль, которым нельзя пользоваться. Я забываю вам про это. Ну и естественно про то, что FindViewById не надо использовать. Я тоже не буду, думаю, напоминать. Так, теперь подключаем бандинг. Байдинг. У нас в данном случае Activity MainBinding. Inflate. Layout Inflator. Здесь у нас SetContentVue Binding Root. Смотрите. Если мы сейчас с вами снова обратимся к нашей инструкции. Сейчас я, возможно, найду... Чтобы долго не листать. Вот. Fullscreen. Вот эти конструкции берем. Копируем. Идем сюда. И вставляем их. Естественно, ошибка, да? Идем в наш XML-шаблон. И индивидуальный идентификатор для нашего виджета. Видео с YouTube мы сделаем как видео. И здесь давайте. Делаем так. Binding. Видео. Опросительный знак, так как лабельная. И там вставляем. То есть мы обращаемся к нашему виджету видео и применяем различные методы. Из названия, думаю, понятно, что они обозначают. И это в целом работает на размеры видео на весь экран. Теперь. Если мы сейчас пересоберем. I know. I know that this road has been very hard. Ну, в общем, так работает. Смотрите. Мы можем сделать на весь экран. При повороте также на весь экран. То есть у нас есть два варианта, как мы можем действовать. Либо действовать через атрибуты XML. Либо обращаясь к нему как объекту, применять заранее предусмотренные методы. Подробнее о настройках этого плеера вы можете почитать вот на этой страничке GitHub. Тут полная инструкция по этому виджету. Ссылка на эту страничку будет в описании под видео. Так же, как и на этот проект. Код из урока также будет выложен. Можете нормально скачать. В общем, если вам нужно... Вообще, это довольно-таки редкое такое явление, когда нужно разместить видео в мобильном приложении. Но, если вдруг вам это нужно, лучше не загружайте его в файлы вашего мобильного приложения. А загрузите на YouTube. А потом подключайте ссылкой. Ну, в принципе, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Если хотите стать Android-разработчиком, оперативно и качественно, записывайтесь на курсы. Это лучший вариант. Тем более, там стоимость символичная. На сегодня у меня все. С вами был проект Maboo. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.